Предприниматели Тверской области получат поддержку в условиях санкций. Региональная экономическая помощь будет оказана в дополнение к федеральной. Всего на эти цели будет направлено порядка полутора миллиардов рублей за бластного бюджета. Это специальные кредиты для малого бизнеса, поддержка предприятий промышленности и крупных компаний Торбизнеса. На что могут рассчитывать бизнесмены Верхневолжья в нашем репортаже? В регионе насчитывается более 44,5 тысяч малых и средних предприятий. Число занятых в них более 168 тысяч человек. Сейчас основной риск для многих предприятий это нехватка оборотных средств для текущей деятельности. Нарушение кооперационных и логистических цепочек, в том числе сбыта продукции, поставок сырья, материалов и комплектующих. Первый пакет мер поддержки, принятых в Тверской области, прежде всего охватывает малый и средний бизнес. Важно отметить, что в текущей ситуации действительно в условиях высокой волатильности и неопределенности мы должны очень четко и постоянно отслеживать текущую ситуацию. С одной стороны, чтобы не допустить резкого падения существующего бизнеса и поддержать его во всех направлениях. С другой стороны, определить те самые точки потенциального роста, в которые наши предприятия могут войти при условии освобождения их со стороны, скажем так, недружественных компаний или компаний, которые проявили себя недостаточной степени активно. Напомним, что для комплексного решения данных вопросов губернатор Игорь Рудене провел встречу с руководителями ведущих предприятий компаний ключевых отраслей экономики региона. В разработке первого регионального пакета мер принимал участие управляющий металлообрабатывающий компанией «Метавр» Андрей Дмитриев. Первый пакет мер поддержки еще вошли снижение административной нагрузки на бизнес, для того, чтобы компании могли максимально сфокусироваться на сегодняшних первостепенных задачах. И создание единого центра региональной кооперации. Для чего это делается? Для того, чтобы максимально минизировать те разрывы в поставках, в цепочках поставок, которые сейчас образовались. В числе основных мер поддержки – льготный заем «Стабильный бизнес» от Фонда содействия кредитованию субъектов МСП. Он направлен на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных. Планируется перезапустить программу «Оборотный капитал», введенную в регионе в начале пандемии для бизнеса. Обновленная программа предполагает увеличение срока займа, расширение перечня потенциальных заемщиков, каникулы на 6 месяцев по уплате займа и процентов. Одним из получателей данной меры поддержки стал Тверской станкостроительный завод. Здесь производят металлорежущее, токарное и фрезерное оборудование с ЧПУ различной сложности. Фонд развития промышленности одобрил предприятию 20 миллионов. Это хорошая поддержка. Нам это нравится. Нравится то, что руководство области относится к этому очень правильно, поддерживая все наши начинания. Важно во всем этом деле поступательное движение. Не важно, с чего начинать. Важно идти вперед, шаг за шагом. Сейчас в области создан оперативный штаб для управления процессом реализации плана. До 20 марта планируется завершить дополнительный анализ ситуации в экономике Тверской области. Сейчас прорабатываем уже второй пакет поддержки. Все меры корреспондируются с федеральными мерами. Поддержка особенно касается туризма и промышленности. Но считаем, что сегодня у нас есть все шансы развернуть экономику, занять новые ниши, получить новые объемы производимой продукции. Поэтому будем стараться использовать это время для роста нашей региональной и национальной экономики. Кроме того, региональные власти выразили готовность обратиться на федеральный уровень с рядом инициатив, направленных на поддержку бизнеса в сфере сельского хозяйства, лекарственного обеспечения и других отраслей.